Ну, хочу вам привести пример. В российской газете опубликовали, что года четыре назад двое судей вынесли за два дня две тысячи судебных приказов в интересах одного из московских банков в отношении должников, которые проживали вообще в других регионах. Что такое судебный приказ? Вы представляете себе? Судебный приказ это исполнительный документ, на основании которого можно взыскать, например, половину пенсии без спроса. И вот это открывает возможности для злоупотребления. Судебный приказ выдается без проведения судебного заседания. Он выдается взыскателю, если от должника не поступит возражение. Беда в том, что у нас узнают о судебном приказе в приказе 95% случаев уже после того, как деньги списаны. И приходят как правило пенсионеры, малоимущие, или вообще клин клином сходятся инвалиды-пенсионеры. Одновременно. И говорят, у меня списывают пить уже четвертый месяц подряд. Я перехожу, на меня кричат, посылают в пенсионный фонд, посылают в банк. Я не могу добиться правоты. Сделайте что-нибудь. Мы читаем судебный приказ. Там написано, в случае несогласия можете обжаловать его в порядке в кодексе административного судопроизводства. Сейчас я поясню. КАСС. Российской Федерации. Не приходилось сталкиваться с таким согласным? С обращением. Нет? ГПК рассматривает гражданские споры, а административный кодекс рассматривает, например, споры, связанные с нарушением правил дорожного движения, налоговыми отношениями, административные отношениями, да? Отношения между гражданином и банком. Это, как вы считаете, гражданские или административные? Это гражданские. Дело в том, что существует ГПК. И там тоже есть раздел, судебный приказ, приказное производство. И существует кодекс административного судопроизводства. Там тоже есть судебный приказ, но не касаясь налоговых отношений. Выходит, что судья дезориентировал вот этого пенсионера-инвалида, указав ему не туда. Если он пойдет, следуя определению суда, то не добьется защиты судьбы, пишите заявление о коррупции в суде. Быстро рассмотрим. Гораздо быстрее, чем апелляция. Потому что судья не мог эту ошибку сделать случайно. Давайте будем исходить из этого. Ошибка очень грубая. И вот таким образом, поскольку у нас сейчас сайты судов содержат всегда окошечко заявления о коррупции, заявления о коррупции, да? Надо чувствовать, в каких случаях вы можете выявить существенное нарушение в работе, вот как пример с этими двумя судьями из Самарской области. Вот две тысячи судебных приказов за один день, они расстались со своими мантиями. Потому что коллеги посчитали, это очень нескромно. Невозможно напечатать такое количество бумаги за два дня. Явно, что здесь не обошлось без заинтересованности. И в результате для того, чтобы не потерять доверие к суду и всячески отделиться от судей, которые себя скомпрометировали, все-таки наша судебная система старается не допустить компрометации. Этих судей уволили. Поэтому, когда вы заявляете о том, что нарушен порядок обжалования судебного акта, быстро все срабатывает и можно даже добиваться не только отмену судебного приказа, но и его поворота. Это означает, что ту пенсию, которую списали за последние четыре месяца, вернуть назад. И это тоже разъяснило Верховный суд. И, к сожалению, из-за того, что у нас ситуация невежества очень распространена, многие пенсионеры и многие граждане, которые не имеют достаточных средств для своей защиты, не знают, как вернуть вот эти пенсии назад. А ответ лежит на поверхности. Теперь хотелось бы сделать небольшое обобщение. Говоря о переговорах. Под переговорами надо понимать в широком смысле взаимодействия. Вы можете вести диалог с судом путем подачи исков. В ходе арбитражного, то есть в ходе дела банкротства, это будут ходатайства, заявления, экспертизы, запросы об оценке и так далее. Вот это может сопровождаться долгие месяцы и даже годы. И вы можете производить вот эти независимые испытания. Одно испытание, другое испытание. Определенные виды заявлений требуют уплаты государственной пошлины. Как, например, заявление требования кредитура. Имущественные требования кредитура. Пожалуйста, заплатите госпошлину. Другие требования. Госпошлины не оплачиваются. Как, например, жалобы арбитражного управляющего. Госпошлины не оплачиваются. Заявление о разъяснении судебного акта. Если вам что-то не ясно. Тоже не оплачивайте госпошлину к счастью. И вот когда вы готовитесь к взаимодействию, к стратегии, к переговорам, надо принимать во внимание те издержки, которые несет ваша сторона и все стороны, вовлеченные в конфликтную ситуацию. С тем, чтобы правильно рассчитать свои силы, со своими возможностями соотнести. Вот это называется стратегия конфликта. Вы рассматриваете интересы сторон. Вы можете придерживаться стратегии соперничества или интеграционное. Соперничество – это принцип состязательности. Когда у вас есть соперничество либо сотрудничество, в разных жизненных ситуациях может быть оправдана как та, так и другая стратегия. Например, ситуация вступительного экзамена. Какое здесь возможность сотрудничества, если надо набрать максимальное количество баллов? Здесь, скорее всего, соперничество – наилучшая стратегия будет. Если же у вас ориентация на долгосрочное отношение, как, например, в сфере труда, трудовая сфера, то вам нужна стратегия сотрудничества. Потому что, когда вы ориентированы на долгосрочные выгоды, то впоследствии вы теряете… Ну, как относитесь к предложениям в интернет, которые на вскидку оказываются выгодными только для магазина, но не для вас? Вы же перестанете в этом магазине совершать покупки, да? То есть, однократно магазин на короткий интервал времени получил свои выгоды, но эта стратегия оказалась недолговечной. И здесь вы видите, какие возможные действия, взаимные предложения и уступки, достижения и компромисса. Или, наоборот, максимальная критика, эмоциональное давление. Даже в рамках закона вы можете жестко критиковать ваших оппонентов, которые нарушают правила, например. Но, вообще говоря, конечно, люди более склонны, нужно думать не только для того, чтобы добиться успеха, не только об интересах…